Продолжение следует... Продолжение следует... Не будем забывать, что групп пациентов высокого риска в данном исследовании было немного, всего лишь 10%. Так что же по высокому риску? В 2018 году было опубликовано исследование, которое провел профессор Кишан, и он оценил данные канцерспецифической общей выживаемости у пациентов трех групп, которые подверглись радикальной простатектомии, дистанционной лучевой терапии и сочетанной лучевой терапии. Все пациенты относились к группе высокого риска и имели ИСУП-5. И также важно отметить, что пациенты группы хирургического лечения были значимо моложе на момент начала лечения и также имели более низкий уровень стартового ПСА. И по данным этого исследования мы видим, что канцерспецифическая выживаемость в группе радикальной простатектомии составила 12%, в группе дистанционной лучевой терапии 13% и всего лишь 3% в группе сочетанной лучевой терапии. Кроме того, также на представленных кривых мы видим, что время до появления, до прогрессирования, до появления отдаленных метастазов в группе сочетанной лучевой терапии тоже было гораздо более длительным, чем в группе дистанционной лучевой терапии и радикальной простатектомии. В нашем институте мы также провели исследование, в котором сравнили, оценили показатели общей выживаемости и безрецидивной также выживаемости у пациентов, которые подверглись радикальному хирургическому вмешательству, именно радикальной простатектомии с расширенной тазовой лимфодисекцией, и которым была проведена сочетанная лучевая терапия на фоне андроген-депривационной терапии. Задачей радиотерапевтического исследования была оценка эффективности и безопасности лучевого лечения, которое состояло из двух этапов. На первом этапе проводилась конформная дистанционная лучевая терапия органов малого таза, то есть предстательной железы и региональных лимфоузлов, а вторым этапом подводилась дополнительная доза уже непосредственно на саму предстательную железу, либо в виде брахитерапевтического буста, либо в виде стереотоксического буста. И по данным нашего исследования, безрецидивная выживаемость в группе сочетанной лучевой терапией на фоне андроген-депривационной терапии была значимо выше и составляла 72,2%, нежели чем в группе радикальной простатектомии, в которой она состояла 37,8%. И что также немаловажно, соответственно, медиана возникновения рецидива в группе сочетанной лучевой терапии составляла 37 месяцев, а в группе радикального хирургического вмешательства 11,8 месяцев. То есть менее чем через год у половины пациентов, перенесших радикальную простатектомию, возникал рецидив. При этом важно отметить, что показатели пятилетней общей выживаемости в группах существенно не отличались, и она составила 88-90%. Вообще тема эскалации дозы на сегодняшний день является чрезвычайно актуальной, ведь, как известно, любой радиотерапевт мечтает об эскалации дозы. На последнем конгрессе АСКО-ДЖИЮ также обсуждалось повышение дозы с традиционных 70 грей до 80 грей. Борис Яковлевич, в общем-то, уже подробно осветил результаты рандомизированного исследования ГИПТОК-ТРАИЛ. Я лишь повторюсь, что группа пациентов, которая подверглась облучению в режиме эскалации дозы до 80 грей, имела преимущество в безрецидивной выживаемости, в канцероспецифической выживаемости и в общей выживаемости. При этом также важно отметить, что различий в токсичности между группами 70 грей и 80 грей получено не было. И позвольте продемонстрировать еще одно очень интересное исследование, которое сравнивает группу пациентов, подвергшихся радикальной простатектомии с последующей адъювантной лучевой терапией на фоне гормональной терапии, и вторая группа – это сочетанная лучевая терапия на фоне андроген-депривационной терапии. И по результатам этого исследования мы видим, что это исследование вообще было проведено в попытке оценить, смогут ли вот эти два разных подхода обеспечить сопоставимые онкологические результаты. И по данным этого исследования онкологические результаты между этими двумя группами были абсолютно сопоставимы. И таким образом можно сделать вывод, что да, мы можем продолжить оперировать пациентов, а в последующем их облучать либо в режиме адъювантной лучевой терапии, либо в режиме спасительной лучевой терапии. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. И давайте взглянем на такую тактику глазами радиационных онкологов. На слайде представлено два пациента. На снимках справа, прошу прощения, на снимках слева – это первичный пациент, и справа – это послеоперационный пациент. И по правилам РТОК мы оконтуриваем первичного пациента, не заходя на мочевой пузырь. То есть мы контурим предстательную железу и в случае высокого риска регионарные лимфоузлы, не заходя на мочевой пузырь. И это также отображено на дозиметрическом плане внизу слева. Здесь представлено 99% дозы. Мы видим, что вот эта вот доза, она фактически не затрагивает, дозная нагрузка не затрагивает мочевой пузырь. Что же происходит у послеоперационного пациента? У послеоперационных больных нашей мишенью является ложа. Но что такое ложа? Это по сути шейка мочевого пузыря. Мы оконтуриваем шейку мочевого пузыря. Впоследствии мы накидываем еще туда PTV – это planning target volume, это дополнительные отступы на погрешность укладки. Как правило, они составляют 5-7 мм. И таким образом у нас, это представлено на дозиметрическом плане внизу справа, мы видим, что, ну если не вся нижняя треть мочевого пузыря, то, по крайней мере, ощутимая ее часть входит в дозную нагрузку. Таким образом, у послеоперационных больных гораздо более выражены эпизоды дизурии. У них могут быть эпизоды макро-гематурии. Также у них вообще в целом более выраженный послучевой цистит, и в целом послеоперационные больные переносят лучевую терапию гораздо хуже, чем если бы это был первичный больной. И таким образом, самое, по сути, плохое, что может произойти с пациентом, это то, что он сначала соберет все хирургические осложнения, а в последующем соберет еще все лучевые осложнения, то есть произойдет суммация осложнений. И этого мы как раз-таки и хотим всегда избежать, но не всегда, к сожалению, это получается. Что касается риска возникновения радиоиндуцированных опухолей, то таки да, он действительно имеет место быть, но по результатам систематического обзора метаанализа наблюдательных исследований он, в общем-то, низкий, и вот этот стандартизированный риск по отношению, риск возникновения радиоиндуцированных опухолей по отношению к общей популяции пациентов составляет 1,14. И что немаловажно, статистически значимым он становится только лишь спустя 10 лет после проведения лучевого лечения. Ну и в конце позвольте отметить такое исследование, которое оценило сожаление о проведенном лечении у пациентов, которые подверглись радикальной простатэктомии и лучевой терапии. И вот опрос более 2 тысяч респондентов показал, что степень сожаления, процент сожаления был больше в группе прооперированных больных. Таким образом, для радиационных онкологов выбор оптимального метода лечения для больных раком предстательной железы высокого риска является, в общем-то, очевидным. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...